Германия впервые напрямую поставила на Украину партию тяжелого вооружения, что примечательно, глава Минобороны ФРГ объявила об этом именно сегодня, 22 июня. При этом Кристина Ламбхерт, простите, Ламбрехт, заявила, что Киев планирует использовать немецкую технику только для самообороны. Дескать, такое обещание было дано на официальном уровне. Верится с трудом, да и министр обороны Украины уже выпустил ликующий отчет, в котором о немецкой военной помощи говорится как о чем-то желаемом и долгожданном. Ну а что, собственно, прислали? Разберемся вместе с Евгением Тишковцом. Евгений, приветствую. Интересно, а дату поставок Берлин специально выбрал? Добрый вечер. Алексей, в такие совпадения верится с трудом. Очередное оружие убийства в арсенале ВСУ. Первые немецкие панцер-хаубицы 2000 отстрелялись по неподконтрольным Киеву территориям. Новость с гордостью распространяется с МИФРГ и Украины. А в соцсетях незалежные кичатся очень удачно подобранной датой. Мол, дебют самоходок состоялся 22 июня, ровно в 4 часа. Даже белые кресты на машинах не стали закрашивать, чтобы уж точно все поняли аналогию. Как сказал наш президент Владимир Путин, в некоторых европейских странах перестает действовать вакцина от нацизма. Так вот, в Германии она перестала действовать. Это запомнят потомки как черный день для современного немецкого общества. Когда немецкие политики 22 июня послали немецкое оружие, современное немецкое оружие убивать русских, а немецкое общество никак на это не прореагировало. В отношении киевского режима здесь вопросов нет вообще. Киевский режим действительно является нацистским. И по своей сути, и по тем действиям, которые он совершает. Известно, что на Украину прибыло 12 вот таких машин. 7, собственно, подарок Германии, еще 5 из Нидерландов. Оружие действительно грозное. 155-мм пушка, поразительная скорострельность, до 10 выстрелов в минуту при умелом экипаже. Точность невысокая, но для ВСУ сойдет. Главное, что бьет на огромное расстояние, более 40 километров. Это как раз украинские военные очень ценят. На передовой дела у воинов незалежные идут все хуже. Необученные бойцы массово сдаются в плен или гибнут в котлах. И только с мирными жителями у укрнацистов хоть как-то получается воевать. Пока пушечное мясо из терробороны держит линию фронта, дальнобойная артиллерия обстреливает освобожденные территории Донбасса. Гаубицы работают с максимально возможных расстояний, практически не целясь. Задача у таких обстрелов может быть только одна. Принести как можно больше разрушений и смертей. Стратегия явно подсмотрена у предшественников. Для целой страны, как бы, да, вот это табу на демонстрацию нацистской символики, на отождествление себя с нацизмом во время Второй мировой войны, оно абсолютно нормально. Это же как нормально отождествить себя с Гитлером, с захватчиками 22 июня, и сказать, ну вот, посмотрите, там, Гитлер пришел, напавлен на Россию 22 июня 41 года, а мы тут спустя 81 год, как бы, да, завершаем то, что он не смог сделать. Прогрессивному Западу бы возмутиться такой тактике своих киевских протеже, но их, очевидно, все устраивает. Поставки танков в незалежную Европа как может тормозит. Буквально накануне стало известно, что Словакия отказалась поставлять Киеву 30 своих Т-72. Все меньше желания передавать Украине ракетное вооружение. И только с поставками артиллерии почему-то не возникает никаких проблем. С начала военной операции на Украину уже прибыло 18 польских крабов, 8 самоходок Сюзана из Словакии, около полутора десятков французских Сезаров, 22 норвежских М109. Это все аналоги немецких САУ, а вдобавок к ним неустановленное количество британо-итальянских ФХ-70, и, конечно же, более сотни американских Ховицеров. Какие взгляды разделяют новые операторы этого оружия? И куда оно будет стрелять? Западные лидеры, конечно же, прекрасно знают. Силы ВСУ и НАЦБАТа, они будут прикрываться этими гаубицами и могут поражать в том числе и мирные кварталы, мирную застройку на гораздо большем расстоянии. Если переводить этот конфликт в затяжной процесс, а Запад очень хочет затяжной военный конфликт, надо как раз побольше вот таких вооружений. Для них Украина разменная монета. Победа Украины в этом конфликте, она им не нужна. Им нужен затяжной тлеющий конфликт у границ Российской Федерации. Живут нам много лет, тлел. Впрочем, пока план западных кукловодов не работает. Войска России и Донецких республик методично разбивают позиции ВСУ и продвигаются вперед. Украинцы же к западным подаркам относятся не очень бережно. И зачастую бросают абсолютно исправную технику прямо на поле боя. Не исключено, что и немецкие САУ еще раз вернут свои Пушкин на Запад. Алексей. Да, спасибо, Евгений Тишковец, о немецкой поддержке киевского режима.